Докажем важнейший для уравнения пи-эде-факт. Если натуральное число d не квадрат, то существуют отличные от нуля числа x и y, ну поскольку знак не важен при взведении в квадрат, то можно считать натуральные числа x и y, такие, что x квадрат минус dy квадрат равно единице. То есть нетривиальное решение всегда есть. Один из способов доказательства – это использование теоремы Минковского о выпуклом теле. Смотрите, разложим на множители. x квадрат минус dy квадрат – это произведение x минус y корней из d и x плюс y корней из d. И зададим себе такой вопрос. Чему равна площадь параллелограмма, которая получается пересечением двух полос? Посмотрите. Если мы берем прямую, y равняется и разделить на корень из d, и на некоторое расстояние, вверх-вниз, отходим, получается такая полоса. Это множество решений вот такого неравенства. Ну, если неравенство строгое, значит, это границы не входят. Можно было взять не строгое, тогда границы выходили, но и в это дело. А дело в том, что можно взять другое число b, это а и b положить на какие-то числа, потом скажем какие, и получить другую полосу. Здесь прямая, y равняется минус x делить на корень из d. Симметрично это. Только а у нас будет маленькое число, а b будет большое число. Тогда тут такой вытянутый параллелограмм. Давайте поймем, чему равна его площадь. Будет такой вытянутый параллелограмм. Давайте поймем, чему равна его площадь. Ну, в принципе, если бы я написал x по модулю меньше а, и y по модулю меньше b, то площадь равнялась бы 2а умножить на 2b, 4а b. Но здесь сделано некоторое линейное преобразование. Как известно, определитель, это как раз и есть, в сколько раз меняется площадь переменяя преобразования. То есть, если взять определитель матрицы 1 минус корень из d и 1 корень из d, то он равен 2 корням из d. И получается, что площадь этого параллелограмма это 4а b разделить на 2 корня из d. И если эта площадь больше, чем 4, то обязательно найдется в таком параллелограмме точка с целыми координатами. То есть, найдутся такие целые числа, минуримые, x и y, хотя бы одну из таких минуримых, что выполнены вот эти неравенства. Замечательно. Давайте это выпишем. Итак, площадь 4а выразили на 2 корня из d. Если она больше 4, то там есть точка. Перемножая вот эти два неравенства, получаю, что эта величина меньше, чем 2 корня из d. И замените, больше нуля, потому что, если хотя бы одно из чисел x и y не равно 0, и они целые, то x минус y корня из d отлично от 0, просто потому что корень из d иррациональна. Ну и то же самое, x плюс y корня из d из-за иррациональности тоже не 0. Вот у нас есть такая штука. Целых чисел, а я тогда еще целое, удовлетворяющих такому неравенству конечное множество. Поскольку мы можем брать а сколько угодно маленьким, и для каждого такого а подбирать б такой вот величины, то, ну, для любителей строгости надо было, конечно, здесь написать, наверное, что и такое. Вот не 2 корня из d, а, скажем, 2 корня из d плюс 1 написать. И просто сказать, что всегда берем в качестве числа b 2 корня из d плюс 1 разделить на а. А а будем стремить к нулю. Ну, неважно, в общем, это все понятно. Получается, что мы можем брать а маленький, тогда параллограмма будет все уже и уже, и никакая точка не сможет войти во все такие параллограммы. Потому что, если у нас есть точка, для которой x минус y корня из d меньше только пол-та, то она все-таки, это величина, имеет некоторое конкретное значение. И взяв а еще меньше, то есть положительное число, но еще меньше, мы из d от этой то есть параллограмма будет еще лучше. И поэтому для какого-то целого числа n существует бесконечно много пар, для которых x квадрат минус d и x квадрат равно n. На самом деле, мне даже не нужно бесконечно много. Мне нужно, чтобы их было больше, чем n квадрат. Объясняю я почему. Остатков от деления на модуль n всего н штук. Если мы берем пары, смотрим остатки от деления первого числа, остатки от деления второго числа, то вариантом будет модуль n, может на модуль n, n квадрат вариантов. Значит, если я возьму больше, то обязательно будут повторения. Смотрите, чего мы добились. То есть, существуют такие числа, разные, это очень важно, пара x и y не равна паре а в. Все целые. Что x минус a делится на n, y минус b делится на n, a квадрат минус d в равно n, и y квадрат минус d и y квадрат равно n. И вот оказывается, что если у нас есть вот такая система, два утверждения от делимости и два равенства, то мы можем найти нетривиальное решение. Еще раз посмотрите, подумайте, как же мы найдем это самое решение. Очень просто. Мы число x плюс y корней из d разделим на число a плюс b корней из d. Для этого нам нужно на a минус b корней из d4 знаменатель. В знаменателе будет просто n, в числителе будет занимать что? a x минус b dy плюс корень из d умножить на a y минус bx. И эти числа целые. Давайте обозначим вот это частное альфа, это частное обозначим бета. Почему они целые? Потому что у нас при изучении делимости на n можно x заменить на a, а y заменить на b. Вот там было написано x минус a делится на n, y минус b делится на n. И поэтому тут получится a квадрат минус b квадрат d, а это на n делится. И то же самое. Здесь можно y заменить на b, x заменить на a, и вообще получится a b минус b. Все, это целые числа. Это и есть искусное решение уравнения беля. Ведь смотрите, если мы на левую доску посмотрим и умножим в обе части на a плюс b корней из d, то мы получим вот это вот равнение. x плюс y корней из d это a плюс b корней из d умножить на альфа плюс бета корней из d. Но число корень из d ирациональное, и поэтому можно, то, что называется перейти к сопряженному, везде перед корнем из d написать минус. От этого равенства не перестанет быть верным. И теперь перемножим. Здесь перемножим, получаем x квадрат минус d ир квадрат. Здесь перемножим, получаем a квадрат минус db квадрат. Ну и здесь альфа квадрат минус db квадрат. Здесь n, здесь n. Ну и значит альфа квадрат минус db квадрат. Это у нас как раз единица. Теперь, почему не может быть так, что просто альфа равно единице, а b равно единице? Да очень просто. Если бы вот это число равнялось числу 1, то тогда а плюс b к раме из d равнялось бы x плюс y к раме из d. Но это, конечно, безобразие, потому что тогда у нас а равнялось бы x, b равнялось бы y, а точки а, b и x, y были разные. Между прочим, теоремы Дерихлея о единицах в алгебраическом поле доказывают целом также. То есть мы с вами, конечно, выпишем, поговорим о том, что было алгебраические числа, все эти формулы потом выпишем и так далее, но рассказанная идея и использование теоремы Менковска о выпуклом теле и вот эти все ровно из доказательства теоремы Дерихлея о единицах. Так что вот в некотором смысле мы сейчас такую детскую версию важной, интересной теоремы изучили. Хотя не такая уж и детская. В огромном количестве случаев нужно именно уравнение Беля, так что очень содержательный факт мы сейчас доказали. И еще один комментарий. Не обязательно было использовать здесь теорему о выпуклом теле. Мы могли сделать следующее. Воспользоваться приближениями числа корей из Д санэль на метроле. 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 Санэль на метроле.